Студенческий туризм из Алтаев, Казань. Что вы знаете о енотах? Зачем слова, когда на небе звезды? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. С 21 по 26 августа на базе Казанского федерального университета пройдет 23-я международная конференция по химической термодинамике в России. По словам директора Химического института имени Бутлерова Казанского университета Марата Зиганшина, на конференции в Казани ожидается более 200 участников из стран зарубежья, а также порядка 20 регионов Российской Федерации. Программой запланированы пленарные секционные доклады, стендовые сессии, а также экскурсия по Республике и Химическому институту Казанского федерального университета для демонстрации существующей инфраструктуры и научного потенциала. Казанский федеральный университет по программе молодежного и студенческого туризма посетили студенты Института истории и международных отношений Алтайского государственного университета. О том, как это было, далее в сюжете. Казанский федеральный университет по программе молодежного и студенческого туризма посетили 19 студентов Института истории и международных отношений Алтайского государственного университета, а также двое сотрудников этого вуза. Для них была организована встреча с представителями Департамента по молодежной политике КФУ, на которой им рассказали о том, как в Казанском университете организована работа со студентами. Проекты будут следующие. Это студенческий марш Победы, это студент года Казанского федерального университета, лучшая академическая группа и проект военно-патриотический «Один день в армии». Также будет представлена карьерная траектория студентов Казанского университета и также штаб студенческих отрядов КФУ. После окончания встречи представители Алтайского государственного университета смогли посетить музей истории Казанского университета и музей имени Николая Лобачевского. Конечно, экспонаты самые разнообразные, начиная от геологических, заканчивая историческими. Но мне, как историку, конечно, больше всех произвело впечатление. Это студенческий путь Владимира Ильича Ленина. На тот момент это студент Ульянов. Конечно, было очень интересное восстановление как революционера, и особенно в стенах Казанского университета, откуда его отчислили. И, возможно, это как раз стало отправной точкой к его революционной деятельности. Напомним, что программа молодежного и студенческого туризма, запущенная в 2021 году, направлена на создание единого пространства для культурного, профессионального и личностного развития молодежи в России. Ее участниками являются более 150 российских вузов. Амир Ахтямов, Универньюз. Симпатичный, пушистый, чрезвычайно любопытный черно-белый зверек с шикарным длинным полосатым хвостом. Мало кому придется не по душе. О ком идет речь, узнаете в следующем сюжете. Енот-полоскун является одним из самых забавных представителей млекопитающих. Все дело в нраве этих зверьков. Так, еноты по своей природе очень озорные и одновременно общительные, миролюбивые и дружелюбные, легко идут на контакт с человеком, поэтому все чаще их стали заводить в качестве домашних животных. Но енот – это хищник, а значит полностью подчинить его или изменить природный нрав невозможно. Родиной енота-полоскуна считается Северная и Центральная Америка, откуда впоследствии они были заведены на территорию Евразии с целью получения пушинины. Енот-полоскун здесь как раз вам представлен. Достаточно обычный для североамериканского континента вид, который населяет территорию от Южной Канады до Центральной Америки. На всем протяжении своего ареала енот-полоскун показывает себя как вид очень пластичный, поскольку он занимает широкий спектр экологических ниш, питается самыми разнообразными какими-то компонентами растительно-животного происхождения. Это фрукты, плоды, насекомые, их личинки, какие-то другие бесплевоночные. Все представители семейства енотовы, а их насчитывается около полутора десятков видов, достаточно некрупные млекопитающие, которые питаются как растительной, так и животной пищей. К тому же в последнее время наблюдается тенденция адаптации енота-полоскуна к жизни по соседству с человеком. Животное идет в населенные пункты, где находит себе укрытие и дополнительные источники пищи, например, пищевые остатки. У этих юрких хищников отлично развиты органы чувств. Так, даже не притронувшись к предмету, зверек может многое узнать о нем при помощи чувствительных длинных жестких волос. Они расположены у него по всему телу, на морде, между когтями, на животе, на груди. Еще больше данных к еноту поступает через подушечки, которые находятся на его передних лапах. Они очень гибкие, имеют длинные пальцы, чувствительные подушки пальцев. Интересно, что на них даже имеется популярный узор. Вот эта чувствительность передней конечности енота позволяет им активно добывать себе пищу путем обшаривания каких-то укромных мест, каких-то мелких норок, ямок. Кроме того, енот-полосквун и его ближайшие родня с удовольствием ищут пищу на дне мелких водоемов, то есть обшаривают какие-то камни, укрытия, что позволяет даже не видеть свою добычу, находить ее на ощупь. Многие люди путают енота и енотовидную собаку. Так в чем же их различие? Дело в том, что животные принадлежат к разным семействам хищников. Енот-полосквун относится к семейству енотовый. А вот енотовидная собака – ближайший родственник наших лиц и волков, то есть представитель семейства псовых. Они похожи достаточно отдаленно, поскольку енотовидная собака обладает, так же как и енот, густым пушистым шерстяным покровом. И на мордочке этого животного имеется темная маска. Отсюда весьма отдаленное сходство с енотом-полоскуном. На самом деле это совершенно разное животное. То есть если енот-полоскун активно перемещается не только по земле, но и по деревьям, хорошо лазает, то енотовидная собака – это сугубо наземное животное, которое к лазанию абсолютно не приспособлено, поскольку имеет совершенно другое строение комичества. На территории России еноты-полоскуны хорошо освоили западные и восточные регионы Северного Кавказа, где превратились в опасный инвазионный вид, угрожающий местной флоре и фауне. Это связано с тем, что животные активно поедают местные виды амфибий и рептилий, которые находятся на грани вымирания. Алина Красильникова, Универньюз. Научный центр мирового уровня принес в копилку достижений Казанского университета новые награды. О достижениях и не только смотрите в сюжете. Подведены итоги четвертого международного конкурса проектов в сфере образования 2022 года. В этом конкурсе название «Лучших» претендуют представители высших профессиональных образовательных и научных организаций. В этом году научный центр мирового уровня также заявил о своем участии и принес в копилку достижений Казанского университета новые награды. На конкурс было представлено одно пособие по анализу компонентного состава нефтей, написанное для студентов Института геологии и нефтигазовых технологий Казанского университета на английском и русском языках. Выбор темы был обусловлен курсом в рамках образовательного процесса, направленным на изучение физико-химических свойств нефти. Очень важной является тема определения компонентного состава нефти и газа. Это нужно для дальнейшего этапа численного моделирования, когда у нас есть уже все исходные сведения по составу нефти. То есть мы дальше можем уже производить расчеты последующие. И студенты эти расчеты тоже осваивают. То есть это одна из частей нашего курса. Ну и в рамках этого мы создали как раз такое методическое пособие, соответственно, которое подразумевает ряд практических работ по изучению составов нефтей. Научно-исследовательское составляющее пособие было разработано на базе научного центра мирового уровня. Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты. У нас имеется газо-химметрографический комплекс «Аджелент», с помощью которого как раз-таки мы определяем компонентный состав. Вначале производится калибровка хроматографа, и уже после калибровки закол двух образцов. Как бы сама методика подразумевает закол чистой нефти и закол нефти со стандартом. Заколом называется «Введение пробы в хроматограф». Закол производится с помощью специальных шприцов небольших размеров. Газо-химметрограф оборудован двумя порты для ввода пробы. И когда мы отобрали пробу в газо-химметрографический шприц, мы уже непосредственно вводим ее в порт. То есть происходит закол, мы вводим пробу и нажимаем как бы «Старт» для анализа. После этого выходит хроматограмма, и сам анализ длится 36 минут. Ученые ЦМУ исходили из того, чтобы данное пособие было доступным и за рубежом. Оно содержит разделы по расчету и подготовке итогового протокола состава нефти и ответы на вопросы, по которым можно оценить знания студента в данной области. В ближайшие несколько дней жители Северного полушария Земли станут свидетелями мощного метеорного потока Персиды. Как найти идеальное место для наблюдения за звездами, выясняла наш корреспондент Маргарита Михайлова. В ближайшие несколько ночей жители Казани станут свидетелями прохождения метеорного потока Персиды. Его можно наблюдать каждый год примерно в одно и то же время. Однако в этот раз все по-особенному. Пик звездопада пришелся на полнолуние. Это значит, что наилучшее время для наблюдения за Персидами – предрассветные часы, когда Луна скрывается с небосвода. Вообще считается, что Персиды – это некий след, оставленный хвостом кометы Свифта Татла. Это комета, она имеет период обращения вокруг Солнца 135 лет. Последний раз, когда она близко была к нашей планете, это был 1992 год. Впервые Персиды были упомянуты в китайской летописи. Запись датируется 36-м годом нашей эры. Это первый метеорный поток, который связали с определенной кометой. На протяжении столетий Персиды имели особое значение для жителей нашей планеты. Многие придавали им мистический смысл. Однако, если обратиться к науке, появление звездопада объяснить легко. Каждый метеорный поток имеет строгую орбиту. Именно поэтому звездопады наблюдаются в конкретные временные промежутки года, когда Земля проходит через точку пересечения собственной орбиты со шлейфом пылевых частиц от кометы. В данном случае кометы Свифта Татла. Когда она была именно близко, то есть хвост проходил прямо недалеко, то у нас был очень сильный поток метеоров. Эксперты отмечают, что наблюдать за звездопадом лучше всего вдали от больших городов. Лучше выбрать место, где меньше всего окружающего света. К примеру, берега водоемов или дача. Самый пик метеорного потока придется на предрассветные часы. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!